Рабаш в 18-м отрывке пишет о том, что только благодаря тому, что есть призыв свыше, у человека сгорает сомнение, он испытывает наслаждение и вообще хочет отменить себя перед Творцом. Вот этот призыв свыше приходит из-за того, что в каком-то виде мы готовы к нему, или просто в тот момент, когда Творец сам пожелает, тогда он и придёт? Есть пробуждение свыше, пробуждение снизу. И Тарута Делитата — пробуждение снизу. Мы пробуждаем Творца и просим Его. И это без того, что прежде Он на нас действует сверху. Разумеется, и тут Он на нас сверху воздействует, но это скрыто, мы не чувствуем. И поэтому мы считаем, что сейчас мы хотим, сейчас мы думаем, но нет такого. Всё приходит свыше. Но Творец это делает так, скрыто. Или мы наверняка получаем, когда нам понятно, пробуждение свыше. Когда мы вдруг чувствуем, что пробудилось в нас желание, мысль. И мы стремимся к объединению. Ну, бывает по-разному. И всё дело в том, что мы должны в группе всё время быть на страже огня, когда мы тянемся вперёд, стремимся вперёд. И чем больше мы будем брать пробуждение в группе, в товарищах, то это будет всё больше называться пробуждение снизу. И Тарута Делитата. И это, по сути, главное. И тогда Творец в других случаях даёт нам пробуждение со своей стороны. Хорошо.